МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляете, как хорошо, что мы с вами живем в 21 веке и не приходится ходить в кринолинах, корсетах и на высоких каблуках. Здравствуйте! Вы смотрите по-королевски возвышенный выпуск программы «Новая Я». Весь сезон мы даем вам советы, показываем и рассказываем, как сделать день вашей свадьбы с самым незабываемым днем, а образ с самым неповторимым. Вы готовы? Мы начинаем. Если невеста до того, как ей стать, не растеряла своей романтичности и дождалась-таки принца на белом коне, то и мечтает она, скорее всего, о соответствующем празднике. И даже если ее жених не принц или князь по паспорту, то это еще не повод не почувствовать себя принцессой. Хотя бы один день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки бывают дни, когда корона на голове не метафора, а вполне себе реализуемое желание. А как сделать свой праздник королевским, мы расскажем совсем скоро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свадебный маникюр важен ничуть не меньше, чем свадебный макияж. Ему надлежит выглядеть идеально в объективе камеры, гармонировать с кольцом, букетом и платьем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беспроигрышный вариант – классическое покрытие в светлых оттенках. Логичнее всего в сочетании со свадебным кольцом выглядит молочный, розоватый и пастельно-бежевый оттенки лака. А вот французский маникюр сегодня практически вне закона. Но артистичные вариации на заданную тему допустимы и приветствуются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модная трактовка надоевшего френча – кутикул Нейлс. Маникюр с акцентом не на кончиках ногтей, а на их основании у кутикулы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один нежный, но в то же время яркий маникюр – это амбре, он же градиент. Как несложно догадаться, он повторяет технику популярного окрашивания волос переходом от темного к более светлому оттенку. В маникюре амбре – это сочетание двух или более цветов, когда каждый тон плавно пересекает в другой или напротив создает резкий цветовой переход. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В случае свадебного маникюра лучше акцентировать внимание на пастельных тонах, что мы и сделали на ногтях нашей сегодняшней невесты. С каждым годом мода на свадебный маникюр становится более простой, более нежной. Образ нашей сегодняшней невесты королевский, поэтому перегружать ногти было бы чересчур. Так мы выбрали очень нежненький дизайн амбре на очень нежных оттенках. Мы использовали классические свадебные нежные цвета – бежевые и белые. Что касается формы и длины ногтя, она осталась натуральной, естественно. Каждой невесте надо подбирать тот маникюр, который ей подходит под макияж, под платье, под целый образ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Героиня нашей сегодняшней программы – невеста в королевском образе. Такой классический образ может быть современным, стильным и ярким, поэтому будущим невестам не стоит бояться этого образа. Акцент в этом образе мы сделали на прическу и на аксессуары, фаты в нашем образе не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Перед важным мероприятием, когда времени на подготовку почти не остается, происходит это всегда, нужно что-то эффективное и быстродействующее. Например, процедура экспресс-лифтинг, которую предлагают в салоне Togair. На первом этапе этой процедуры специалист очищает кожу при помощи молочка и тоника, а затем проводит энзимный пилинг. Это поверхностный пилинг, при котором в качестве активного вещества выступают не кислоты, а ферменты. Энзимный пилинг – довольно щадящая процедура, подходящая для всех типов кожи, включая чувствительную кожу с куперозом. Действие энзимного пилинга лица заключается в бережном очищении кожи от белковых загрязнений, выделении сальных и потовых желез, а также в удалении мертвых клеток рогового слоя эпидермиса. Кожа выравнивается, полируется и разглаживается, приобретает ровный, сияющий, здоровый цвет. Второй этап процедуры – это маска с витамином С. Маска обогащена мощными антиоксидантами, которые противодействуют факторам, вызывающими гиперпигментацию, оказывают эффект подтягивания, укрепляют стенки сосудов, обладают успокаивающим действием, повышают эластичность кожи и усиливают процессы выработки коллагена. Далее массаж лица. С помощью прорабатывания кожи лицевых мышц и подкожной клетчатки улучшается кровоснабжение, мускулатура приводится в тонус, вырабатывается эластин и коллаген. Следующий этап – нанесение ампульного концентрата гиалуроновой кислоты, которое буквально мгновенно улучшает структуру кожи, глубоко увлажняет, а также разглаживает морщинки, вызванные сухостью, и наделяет кожу шелковистой мягкостью. Затем наносится лифтинговая сыворотка, а после – альгинатная маска. Она обеспечивает стойкий лифтинг-эффект, способствует коррекции овала лица, разглаживает морщины и стягивает поры. Завершается процедура нанесением дневного крема. Визит к косметологу накануне свадьбы очень важен. Не забудьте включить его в список ваших предсвадебных дел. По статистике большинство браков заключается именно по любви. Однако и количество разводов среди таких пар тоже зашкаливает. Как известно, в разводе виноваты оба – и он, и его мама. Давайте разбираться, как вести себя тёщам и свекровям. Спросим у психолога. Дорогие друзья, сегодня я особенно хочу обратиться к особым гостям на любой свадебной церемонии. Это к мамам наших молодых. Уважаемые тёщи и свекрови, сегодня особенный день в вашей жизни. Сегодня ваш ребёнок, которого вы холили, лелеяли, пестовали, учили многим навыкам, дарили свою заботу, ласку и внимание, по-настоящему уходит во взрослую жизнь. Именно с этого дня ваше участие в его жизни будет качественно меняться. Именно с сегодняшнего дня вы должны сами для себя понять, что ваш ребёнок, и неважно, это ваша любимая дочь или это ваш любимый сын, выросли. Теперь есть другой человек, который будет особенно качественно заботиться о вашем ребёнке, проявлять к нему внимание, ласку. Это не всегда бывает просто принять. По этому поводу есть очень много анекдотов, шуток, которые бытует в нашем народе. Кто-то шутит над тёщами, кто-то шутит над свекровями, кто-то шутит над молодыми мамочками, только родившими своих детей, но которые уже почему-то качественно не очень любят своих будущих невесток или детей. И мне хочется отметить такой очень важный момент, что если вы не сможете принять выбор своего ребёнка, если ваши отношения к тому человеку, которого ваш сын или ваша дочь искренне любят, то, скорее всего, ваши отношения могут не только повлиять на саму семью, не только стать таким разрушительным фактором, но, скорее всего, вы будете не очень качественно видеться с вашими внуками. Потому что в любом случае, когда в молодой семье чувствуют негативные отношения к браку со стороны старшего поколения, то количество встреч резко уменьшается, количество контактов резко уменьшается, качество этих контактов резко уменьшается, они становятся очень формальными. Новый год, 8 марта, день рождения. Формальные подарки, формальные поздравления, а потом каждый живёт отдельно своей жизнью. Неужели, уважаемая мама, вы об этом когда-то мечтали? А, шампанское, шампанское. Я решил отметить знакомство с шипучкой. Отличная мысль. Как мило. Наверняка каждый из вас искренне желает своему выросшему ребёнку счастья, любви, взаимности и радости. А чего ещё хочется предостеречь? Попробуйте поддержать любой позитивный шаг, который делает партнёр вашего ребёнка. Потому что действительно нам легче простить своего. Конечно, как бы не пошалил в детстве или какой бы неверный поступок во взрослой жизни не совершил ваш ребёнок, вы можете на него сердиться. Но материнское сердце отпускает, и вы его продолжаете любить. Но в то же время вот найти в себе силы и подружиться с партнёром вашего ребёнка – это действительно труд. Но это тот труд, который будет вознаграждён любовью и ваших детей, и ваших внуков. Когда по твоему дому забегают маленькие трахеры, ты ощутишь потребность в такой защите? Угу. Не секрет, что свадебный бизнес в нашей стране является одним из самых прибыльных. Всё, как положено 200 человек, они друг друга не знают, кушают голубцы и свинину на вертеле. Но есть те, которые ломают стереотипы, разрешают привычные шаблоны и решают сами, какой будет свадьба и какой будет самый счастливый день в их жизни. В нашей постоянной рубрике «Это по любви очаровательная невеста в прошлом» Александрина расскажет вам, как она выходила замуж за известного футболиста Максима Поттерники. Мы решили отойти от традиций и сделали наш день только для двоих. Утром мы проснулись и пошли в ЗАГС вдвоём в кедах, джинсах, майках. Очень смешная история в том, что в кабинете, в котором нас расписывали, пары разводились. И это было очень комично, мы узнали уже после того, как мы вышли из кабинета, что вот эти грустные лица, которые смотрят на нас, это ребята, которые разводятся. Расписали нас за две минуты, женщина встала помпезно, сказала речь о том, что ваш корабль отправляется в свободное плавание, желаем вам счастья и долгих лет жизни. Вручила нам бумажку, где было написано, что мы муж и жена, и всё. И мы спросили о том, что... А кольца? Вообще кольца. Она говорит, у вас есть кольца? Мы говорим, да. Она говорит, ой, извините, тогда давайте ещё раз. Она там рассказала свою речь. Мы обменялись кольцами, поцеловались и вышли. Это всё заняло ровно две минуты. Поехали в ресторан вдвоём, опять же, пообедали. И через пару часов нас ждал самолёт, который отправил нас в Испанию. Мы совместили приятное с полезным и улетели в наш чудесный свадебный день в Испанию. Там нас ждали друзья, у нас хорошие друзья, фотограф и видеограф, которые осуществили нашу мечту. И мы сняли прекрасную видеосъёмку, лавстори и свадебную съёмку, где я была в красивом платье, уже традиционном. И мой муж был в костюме. Мы гуляли по берегу моря, целовались, говорили друг другу, как мы друг друга любим. И это было незабываемо на самом деле. И я ни на секунду не пожалела о том, что мы приняли такое решение играть в свадьбу, точнее не играть её. Потому что я помню каждую минуту нашего дня, как мы пришли в ЗАГС, как мы кушали в ресторане, как мы летели в самолёте и пили шампанское, хотя на борту самолёта нельзя пить. Как мы прилетели в саму Испанию, какая у нас была съёмка просто сумасшедшая. Как мы там прыгали, бегали, играли, веселились. Вечером мы вышли в ресторан. И, в общем, я помню каждую минуту именно того дня. И я могу сказать, что этот день был самый счастливый в моей жизни. Многие вопросы, которые, наверное, задавали мне и вас тоже интересуют. Как отреагировали наши родители? Наши родители нас поддержали. И моя мама вообще сказала, что Саша, вау, супер, ты молодец, так держать. Родители моего мужа тоже были счастливы, но мы не венчались. И мы хотим повенчаться уже традиционно, собрав наших родственников, близких. Это моих родителей, родителей моего мужа. И восходить в церковь, и уже традиционно отметить в ресторане всем вместе, близким кругом. И в конце своей истории я хотела бы сказать о том, что и пожелать всем невестам получать удовольствие от своего дня и не жить по шаблонам. Вот если вы видите или хотите играть свадьбу так, как вы хотите, то делайте это. И не задумывайтесь ни о чем, потому что потом, через 10 лет, через 20, через 30 лет, вы можете сожалеть, что вы не сделали то, о чем вы всегда мечтали. ПС! Пользуясь случаем, у нас через пару дней с мужем годовщина свадьбы, два года, как мы маленькая семья. И я хотела бы сказать, Максим, я тебя очень сильно люблю, и я самая счастливая женщина на свете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! Я очень рада, что сегодня я смогу несколько слов сказать о том, что бы я пожелала сделать невестам. Понятно, что невеста – это самая красивая женщина и девушка на этом вечере, но которая всегда думает о том, что же сделать такое, вот такое, самое-самое важное, самое красивое в ее образе. Да, платье, да, все, все, макияж и так далее, и так далее, это очень важно, и это очень красиво и нужно. Но, что бы я хотела порекомендовать и точнее сказать, что этого не нужно бояться и понимать, что если вы немножечко добавите гиалуроновой кислоты в губы, мое ключевое слово – это немножечко, то есть небольшое количество гиалуроновой кислоты для губ – это только подчеркнет ваш образ, только придаст сочности и чувственности вашему лицу. Просто, к сожалению, существует такой стереотип, что если девушка сделала губы, то это сразу что-то негативное, что-то плохое, что-то плохо, говорится, в пользу ее какого-то внутреннего мира. На самом деле, все идет к тому, что макияжа должно быть меньше, образ должен быть максимально естественным, и это действительно молодость и красота. Но если вашим губам чуть-чуть не хватает сочности, то легче делать гиалуроновую кислоту, чем постоянно ходить с блеском, или его поправлять, или думать о том, что бы можно было сделать. То есть вы пришли минимум за 2, а то лучше 3 недели, в идеале вообще месяц до вашего чудесного события, и сделали инъекцию гиалуроновой кислоты. Может быть, вам будет достаточно 0,5-0,6, не обязательно весь миллилитр сделать именно губы. Обязательно можно найти другое место, куда мы этот миллилитр пристроим, скажем так, образно. Но на самом деле губы всегда подчеркнут вашу женственность и красоту. Субтитры сделал DimaTorzok Образ невест королевской сегодня. Этот образ подходит всем девушкам, которые мечтали о пышном платье. Макияж, который буду выполнять, он яркий и блестящий. Он подходит всему образу в целом. Особый акцент я хочу сделать на глаза, а губу оставлю более натуральной. Субтитры сделал DimaTorzok Свадебная мода для невесты – это не только платье, обувь и аксессуары. Нижнее белье, выбранное для одного из самых значительных дней в жизни женщины, играет не меньшую роль. Поэтому в каждой новой коллекции бренда «Миловица» дизайнеры представляют и свое видение модного свадебного нижнего белья. В сети магазинов «Миловица» вы обязательно подберете белье для того самого дня, выполненное из деликатного полотна и кружева в популярных цветах. Применение легкого воздушного сетчатого полотна в сочетании с вышивкой и украшением кристаллами Сваровски создает соблазнительный образ. Свадебные коллекции нижнего белья «Миловица» помогут запомнить первую брачную ночь навсегда. «Миловица» Нам очень повезло с невестой, так как она блондинка. На светлых волосах очень хорошо видна текстура прически. Я сделала объемную прическу, но в то же время постаралась ее сделать воздушной, для того, чтобы не утяжелять образ. Доверьтесь профессионалам и мы обязательно учтем ваши предпочтения и особенности. А также мы ознакомим вас с последними тенденциями, для того, чтобы именно вы стали королевой вашего праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь задумывались, почему обручальные кольца надевают на безымянный палец левой руки? Знаете ли вы, как появились свадебные торты? Изменится ли ваше отношение к девичнику, если вы узнаете, что к нему имеет отношение отец невесты? У кого было самое длинное платье? Какая свадьба была самой дорогой? Делимся впечатляющими фактами о самой главной церемонии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиция свадебного торта зародилась в Древнем Риме, где было принято рассыпать над головой невесты крошки хлеба в качестве символа плодородия. Гости собирали крошки на удачу. К тому же в Древнем Риме впервые стали использовать металл для изготовления обручальных колец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один интересный факт. 25-летняя невеста из Китая надела самое длинное свадебное платье на свою церемонию в августе 2009 года. Длина платья 2162 метра. Сделано оно руками семьи невесты. Двести гостей в течение трех часов разворачивали ткань платья и прикрепляли к нему 9999 декоративных розочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У египтян принято щипать невесту в день свадьбы на счастье. Кстати, египтяне же считали, что от безымянного пальца левой руки прямо до сердца проходит вена. Они называли ее вена любви. Традиция надевать обручальное кольцо на этот палец распространилась и сохраняется по сей день во многих странах мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете ли вы, что свадебная вечеринка невесты родом из Голландии? Если отцу невесты не нравится жених, он не даст приданного. В таком случае, друзья невесты делают очень много подарков, часто предметов быта, чтобы восстановить справедливость. Эта традиция до сих пор очень популярна в США. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова К счастью или к сожалению, платье, как у принцессы, образ принцесс культивируется у девочек с детства. Начиная со сказок, мультфильмов. И у некоторых оно с возрастом не проходит. Желание одеться, как у принцессы. И, наверное, свадебный день. Ну, если вы не актрисы, не работаете в театре или не снимаетесь в кино, то свадебный день, наверное, единственный день, когда вы можете себе позволить одеть шикарное свадебное платье, как у принцессы, как у королевы. Это событие назвали свадьбой 20 века, и оно было таким по всем параметрам. На церемонии собралось около 3500 гостей. По телевизору за событием наблюдали 750 миллионов человек. Свадебное платье Леди Ди было снабжено шлейфом длиной 7 метров. Речь, как вы поняли, идет о свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза. Перед церемонией соблюли все приметы и обычаи. Последние стишки делали непосредственно перед свадьбой на самой принцессе, а на корсет прикрепили голубой бантик с небольшой бриллиантовой подковой. На счастье. К сожалению, добрые приметы не помогли, и самая сказочная свадьба века через 15 лет завершилась громким разводом. Она была голливудской актрисой, а он – наследным князем Монако. Ради Ренье Третьего Грейс Келли бросил успешную карьеру в Голливуде, успев, однако, получить свой Оскар. Наряд для принцессы создала дизайнер Хелен Роуз. 25 метров шелковой тофты, цвета слоновой кости, старинное кружево и морской жемчуг. Принц Ренье решил выбрать парадную форму времен Наполеона I и сам создал некоторые детали своего образа. Впоследствии их семейная жизнь не разомрачалась желанием Грейс вернуться в киноиндустрию, но в итоге она сделала выбор и решила остаться принцессой Монако. Их союз чаще, чем чей-либо, сравнивали со свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза. Британцы долгое время смаковали историю отношений пары, особенно придавая внимание тому факту, что Кейт – простолюдинка. Невеста выбрала для свадебной церемонии платье одного из своих любимых домов моды Александр Маквин. Ее наряд отдавал дань всем провинциям Великобритании. Кружево на лифе были выполнены в форме символа Англии – розы, Шотландии – чертополоха, Уэльса – нарцисса, Ирландии – клевера. А ее любовь к Уильяму символизировала красная гвоздика. Свадебную церемонию смотрели и слушали в 180 странах мира. Если говорить о реальных королевских платьях, свадебных платьях королевских особ, то там, скорее всего, будет присутствовать длинный рукав, воротник, стойка, либо вырез лодочкой, такие более округлые вырезы. Ну а если говорить о королевской свадьбе, с точки зрения ее шикарности, то платье должно быть как можно пышнее, скорее всего, украшено со вкусом, но большим количеством декоративных элементов. И на нашем платье, которое мы взяли в салоне Натальи Шубинахи, присутствует 3D-эффект, который сейчас актуален в этом сезоне весна-лета 2017. То есть, когда украшение платья не плоское, а нашито сверху, его можно реально потрогать. Еще одним элементом королевских свадебных платьев является длинный шлейф. Конечно, для наших реальций это не совсем удобная вещь, потому что потом мы гуляем до 2 часов ночи, и невеста непосредственно участник всех танцев до утра, поэтому очень удобна та деталь, которую придумала Наталья Шубина, а именно съемный шлейф. Остается у нас в памяти, у невесты в памяти, остается не богатство, разнообразие стола, остаются на память фото, видеоснимки, красивые фотографии, поставленные профессиональным фотографом. И вот для таких фотографий, для таких кадров очень хочется, чтобы платье было во всей красе, и девочка может одеть этот шлейф. Но для вечера, когда она встречает гостей и пускается в пляс, этот шлейф удобно снимается. Почувствовать себя настоящей королевой свой свадебный день помогут и аксессуары. Здесь тоже можно не стесняться. Как для нашей модели мы подобрали аксессуары от творческой студии «Бусинка». Корона, выполненная вручную, она, я думаю, дополнит образ, и хочешь, не хочешь. Ее весомость заставит невесту чувствовать себя значимой и всегда с расправленными плечами и королевой своего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok В завершение этого выпуска мне хочется призвать всех вас, дорогие телезрители, заводите семьи, выходите замуж, женитесь, рожайте детей, наслаждайтесь жизнью. Но в этот особенный для меня день я уже по традиции пользуюсь своим служебным положением хочу передать привет своей любимой маме. Сказайте, что она у меня самая лучшая, я поздравляю ее со своим рождением. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Так, что сказать? Акцент мы сделали на прическу и на аксессуары, потому что в этом образе не... Фу, блин, это пипец. Образ нашей невесты королевой? Королевой? Ничего, ничего. Я Саша, я алкоголик. Добро пожаловать, Саша! Сейчас так трогать. По статистике большинство раков. Давай, еще раз эмоционально. Хорошо, что наша невеста блондинка. Хорошо, но я не смогу все сразу, потому что блеск блестящим... Можно как-то две покороче? У нас же невеста голубые глаза. Можно говорить, а? Можно говорить? Муж, позвони мне 0203. Что не делает фотограф для хорошего кадра, да? Ну, ты точно. Да, я не знаю. Сейчас в этом образе мы сделали на прическу. Да, давай ты мне... Сюда. Не хорошо сидишь, просто чуть-чуть ручку. Не искусственная поза. Подожди, как мы с тобой обсуждали? Подожди, как мы с тобой... Как мы с тобой обсуждали? Напомни мне. В разводе виноваты оба. Он... Еще ПС, подожди, у меня через пару дней, два года после брака, я хочу мужу передать привет. Два года я его не видела после брака. Нет, браком хорошее слово не назовешь. Опять же, да? Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok